В прошлой главе мы с вами сделали вот такой вот генератор скал сложной формы. Ну, давайте мы теперь превратим его в осет. Но перед тем, как делать осет, давайте мы сделаем еще вот такую штуку. Что если у нас на вход приходит другая геометрия? Сейчас у нас стоит тьюб. Но если у нас пользователь захочет заскульптить какую-то форму камня и вместо тьюба поместит какую-то другую геометрию, ну, давайте мы какой-нибудь тор сюда поместим, допустим, на второй вход свеча. И, соответственно, давайте я сейчас быстренько вот здесь вот свитч переключу на превью. Пойдем сюда, свитч переключим на тор. И мы увидим, да, что из нашего тора тоже получился камень. Ну, единственное, что сейчас у нас там он сильно твистится в бенде. Ну, вот что-то типа того, да. То есть у нас есть какая-то изначальная форма, мы хотим ее менять. Ну, и, соответственно, мы дадим пользователю возможность менять эту начальную форму. Поэтому сейчас вот здесь вот давайте мы свитч переключим обратно на 0. И выделим все ноды, кроме вот этого тора, который входит на второй вход. И нажмем на вот эту кнопку Create Subnet From Selected. Нажмем L на клавиатуре для того, чтобы все красиво у нас уложилось. И теперь, смотрите, у нас есть вход опциональный достаточно. Мы можем его использовать, можем не использовать. И, соответственно, внутри Subnetwork у нас вот как бы все красиво сложилось. И давайте теперь создадим интерфейс. Ну, мы можем сразу же с вами сделать ассет. Да, давайте мы назовем это как-нибудь красиво. Rock Generator. Щелкнем правой кнопкой по ноде. И выберем Create Digital Asset. Так, здесь мы выберем какое-то название для него. И вместо вот этого всего давайте мы сохраним в папку текущего проекта $hip slash папочка hda slash и название файлов, в которые у нас сохранится наш ассет. Выбираем Accept. И теперь создадим интерфейс для нашего ассета. Пойдем внутрь. Итак, что для нас здесь будет важно? Давайте мы сделаем несколько папок сразу. Возьмем фолдеры сюда, перетянем. Первый фолдер это будет называться Shape. Второй фолдер это будет называться, например, Taze. Хвосты. Ну, соответственно, давайте в папку Shape мы будем перетягивать какие-то шейпы. Во-первых, перетянем этот свитч. И здесь вместо Select Input мы назовем его Use External. И вместо Integer мы поставим здесь Toggle. Ну, для того, чтобы это у нас была просто галочка, чекбокс. Дальше выбираем наш T-UBE. Давайте выберем, значит, Radius. Это будет Main Radius. Соответственно, у нас там будет размерность 2, то есть и внутренний, и внешний радиус. Ну, и можно там дополнительно высоту притянуть. Так, дальше здесь не важно. Вот Scatter важна. Scatter Count. Давайте сделаем. От одного замочек здесь поставим до, ну, допустим, 200. Размеры Scale. В принципе, их можно перенести. Ну, давайте оставим, потому что все равно все это рандомно выбирается. И здесь, опять-таки, мы можем перенести в том числе и вот эту всю историю. Соответственно, для того, чтобы мы могли выбирать вероятность вхождения каждого конкретного элемента. Ну, давайте, опять-таки, мы сейчас это делать не будем. Так, Boolean Resample здесь особо не нужен. Так, Shape. Вот Shape важен. Нам важна вот эта вот, соответственно, рампа. Назовем это ShapeRamp. Так, дальше здесь нам это хвосты у нас уже и тут. Давайте мы перенесем iterations из вот этого цикла сюда. Это будет NumberOfTales. Соответственно, давайте какой-то range сделаем от 0 до 30. Так, Jitter. Давайте мы сюда... Перетянем, это будет RandomScale. Так, здесь не нужно. Pscale вот это может пригодиться. То есть это минимальный и максимальный размер наших хвостов, то есть их толщина. MinWidts. И, соответственно, это будет MaxWidts. Так, и эту рампу, соответственно, тоже. TailShapeRamp. Так, SmoothResample здесь особо, наверное, роли не играет. Polywire пусть будет. Дальше у нас Bend. Вот параметры бенда обязательно нужны. Давайте мы создадим здесь новый фолдер. Назовем его Bend. Так, и сюда перенесем, соответственно, угол бенда и твист. Так, и, соответственно, еще один фолдер давайте сделаем. Назовем его VDB. И здесь нам, в принципе, будет нужно только VoxySize, наверное, и Adaptivity. Ну все, выбираем Accept. И теперь наш осет сохраняется на диск. А, подождите, я забыл сделать вот эту переключалку. Дополнительно так. Снова выбираем правой кнопкой Type Properties. И добавим этот свитч сюда вот, на самый верх я его перетащу. И назову его Preview. И, соответственно, это у нас будет Toggle. Выбираем Accept. Так, вот у нас появился интерфейс на нашем ROG-генераторе. У нас есть все необходимые параметры, которые мы можем менять непосредственно с этого осета. Правой кнопкой Save Not Type. Сохраним его на диск. И теперь, соответственно, мы можем использовать этот осет в любом возможном варианте. Единственное, что, кстати, если я сейчас отключу Torus, то у меня будет ошибка, да, потому что нужно дополнительно сказать осету, что он может работать и без входов. Это сделается во вкладке Basic в Type Properties. И выберем Minimum Inputs 0. Accept. Все, соответственно, у нас есть интерфейс. Давайте теперь займемся изготовлением реальных скал самых разных. Ну, соответственно, здесь мы можем уже подбирать какую-то форму, которая нам больше нравится. Вот эти хвосты, соответственно. Давайте мы сделаем их поменьше, наверное. Пусть будет что-то типа того. Мы можем здесь изменять количество скаттера. Скаттер Count. Давайте поставим сотню. Как-то повлияет на нашу форму. Вот у нас получилась более такая комплексная, сложная. Но вот в целом как-то так. Пойдем в Bend, увеличим Twist. Давайте сделаем 240, что-нибудь типа того. Ну, и, соответственно, с этим можно работать. Но единственное, что у нас сейчас многовато примитивов. Если мы включим с вами отображение VDB, то у нас получается 300 тысяч примитивов. У нас получается красивый меш, но он пока не очень подходит для использования в игровых движках, например. Поэтому давайте мы с этим тоже разберемся. Соответственно, нам необходимо запечь нормали. Про это у нас есть отдельный урок на канале про запекание нормали для игровых движков. Ну, для этого, соответственно, нам необходимо, во-первых, придумать, как уменьшить количество полигонов. Во-вторых, нам необходимо сделать UV-развертку нашей модели. Ну, и, соответственно, в-третьих, уже запекать нормали. Для начала давайте мы добавим ноду Fuse уже после нашего генератора. Убедимся, да, что какое-то количество точек у нас было слишком близко друг к другу. Они, соответственно, сфьюзились. Для того, чтобы уменьшить количество полигонов, мы воспользуемся нодой PolyReduce. Вот нода PolyReduce. Давайте мы ее сюда поставим. И, соответственно, здесь вместо таргета в процентах мы с вами выберем Output Polygon Count. По умолчанию здесь стоит 1000 полигонов. Давайте поставим 10 000 полигонов и посмотрим, как в результате выглядит наша модель с 10 000 полигонов. Так можно увидеть, что, в принципе, PolyReduce справился со своей задачей. Да, у нас получились более-менее равномерно расположенные треугольники. Так и модель, конечно, попортилась, но после запекания нормали все должно быть в порядке. Понятно, что после того, как мы сделали PolyReduce, обязательно заново сделать нормали, положить ноду Normal, выбрать здесь By Face Area. И можно снова поставить тот же угол, который у нас был 110, по-моему. И вот примерно так будет. По крайней мере, уже не будет каких-то откровенных косяков. Ну, давайте пока вернемся к нашей исходной модели. И я на ней заметил одну штуку, что когда у нас включен VDB, у нас и на некоторых краях, не на всех, появляются вот такие вот зазубрины. Это происходит из-за как раз преобразования через VDB. И, в принципе, от них можно избавиться, если сильно уменьшишь тогда Adaptivity, но тогда у нас будет совсем очень много примитивов. Второй вариант. От этого можно избавиться, если немного покрутить ISO Value. Да, ISO Value как бы позволяет немножко, условно говоря, утолщать нашу получившуюся модель. Смотрите, если мы поставим какое-нибудь маленькое число, типа 0, 0, 5, допустим. То, как вы видите, у нас этот край немножко сгладился. И, в принципе, да, если у вас возникают какие-то подобные артефакты, то вы можете крутить не Adaptivity, а ISO Value, иногда это помогает. Ну, давайте, наверное, оставим так и будем смотреть. И, кстати говоря, я забыл добавить еще один важный параметр, а именно Seed. То есть нам необходимо сделать какой-то общий Seed, который будет влиять на все рандомные процессы внутри ассета. Для того, чтобы менять этот Seed, мы могли кардинально менять форму нашего камня. Давайте мы это сделаем. Я включу, во-первых, Preview, чтобы быстрее работать. Правой кнопкой Type Properties. И давайте пойдем внутрь и найдем, где же у нас есть рандомные вещи. Самое главное — это Scatter, конечно. Давайте мы сразу из него вот этот Global Seed параметр перенесем куда-нибудь вот сюда наверх и будем от него отталкиваться. Теперь выйдем наружу. Этот параметр скопируем, копий параметр. Зайдем внутрь и будем его пестить туда, куда нам нужно. Смотрите, во-первых, во все attribute randomizer нам необходимо добавить Seed. Мы идем сюда во вкладку Options, Global Seed. И здесь к тому Seed, который уже есть, мы добавляем плюсик правой кнопкой Paste Relative Reference. Да, таким образом у нас к тому числу, которое есть, добавилось число, которое берется с верхнего уровня, с параметра. Отлично. Перейдем на Pscale, то же самое. Плюс. И пока курсор находится в окне параметра, тоже. Paste Relative Reference. Потому что если вы просто вот так вот сделаете, то, как вы видите, у вас пропадет исходное число. Поэтому необходимо, чтобы у вас курсор стоял в окне ввода. Идем сюда, то же самое. Плюс. Paste Relative Reference. И в Type тоже. Убираем плюс. Paste Relative Reference. Здесь у нас ничего рандомного нету, зато есть рандом вот здесь. Вот Pscale. Давайте мы это сделаем. Смотрите. Здесь у нас есть какой-то уже случайный Seed. Давайте мы к нему добавим еще один параметр. CH Seed. Нажимаем на эту кнопку и получаем новый параметр Seed. Соответственно, сюда мы тоже Paste Relative Reference вставляем. И к нему добавляем случайное число. Ну, соответственно, чтобы все рандомы у нас не зависели друг от друга. И, в принципе, это все. Теперь у нас с вами появился параметр Global Seed. Меняя который, мы меняем все рандомные распределения. Так, ну давайте вернемся к нашим задачам. Нам с вами необходимо запечь нормали. Вернем снова полную версию. Без превью. Идем на поле Reduce. И самая большая проблема здесь, это, конечно же, UV-развертка. Как вы понимаете, у нас камень очень такой нестандартной формы. И, соответственно, развернуть его будет довольно сложно. В Game Development Toolset есть нода, которая называется Auto-UV. Которая вроде как должна подобные вещи обрабатывать. Иногда она справляется хорошо, иногда она справляется очень плохо. Иногда она просто вылетает в процессе. А это, соответственно, никуда не годится совершенно, потому что мы с вами будем пользоваться топ-нетворком. И если у нас при готовке топ-нетворка какой-то один из процессов крашнулся, то у нас, соответственно, все остальные тоже полетят. Поэтому давайте мы не будем пользоваться, а соберем что-то самостоятельно. Во-первых, нам необходимо создать швы. Для этого есть нода, которая называется UV-AutoSim. Почаще сохраняйтесь. Давайте мы подключим, включаем и включим вот этот инструмент. И мы увидим, соответственно, как нода AutoSim порезала нашу модель. Эта нода довольно ограничена в плане настроек. Здесь, как видите, их не очень много. Но чаще всего она как-то более-менее справляется. Вот мы можем увидеть, что разными цветами у нас помечены разные островки UV, которые эта нода нам предлагает сделать. Ну, в принципе, допустим, почему нет? Соответственно, после того, как эта нода отработала, у нас с вами появилась группа, которая называется Sims. Это группа Edge, в которой у нас записаны, соответственно, все эти Edge. И теперь мы можем положить ноду UV-Flatten. И в ноде UV-Flatten, соответственно, нужно включить эту группу. Вот Flattening Constraints, Sims, мы включаем группу Sims. Давайте посмотрим на результат работы. Ну, в принципе, что-то более-менее нормальное. Но мы видим, что у нас размер текстуры явно отличается на разных участках. Поэтому здесь, для того, чтобы это исправить, необходимо изменить Flattening метод. По умолчанию стоит спектральный. Давайте поставим Angle Based. Он, соответственно, у нас немножечко уравнял все это дело. Хотя вот здесь вот есть какая-то проблемная зона все равно. Соответственно, смотрите, если мы сюда наведем, мы увидим, что эта группа у нас вместе вот с этой идет. То есть здесь на самом деле проблема в швах. То есть у нас вот здесь нужно было разделить, соответственно, вот этот остров, отделить его от вот этого острова. Поэтому давайте мы пойдем в AutoSim и немножко подшаманим с островами. У нас есть два параметра, Grain Tolerance и Merge Threshold. И сейчас мы будем крутить второй параметр, да, потому что это как раз параметр, который отвечает за то, в какой момент у нас острова объединяются. Соответственно, давайте мы... Если мы его будем уменьшать, как вы видите, у нас появляется больше островов. А если мы будем крутить второй параметр, соответственно, у нас тоже будет меняться количество островов. То есть одним цветом у нас один остров как бы обозначается. Давайте мы посмотрим, что можно сделать. Вот, например, вот так вот. Видите, вот здесь у нас отделился этот участок сразу же. Merge Threshold еще можно покрутить для того, чтобы у нас все-таки было не слишком много островов, потому что если будет слишком много островов, у нас, соответственно, все будет очень долго просчитываться. Давайте попробуем поставить Flatten. Вот, здесь в этом месте, как видите, у нас изменилось. Единственное, у нас появился вот такой вот мостик. Давайте мы еще покрутим модель. Но, в принципе, плюс-минус нормально. Хотя вот здесь тоже, видите, есть какая-то проблема. Так. Чуть-чуть плывет, но на самом деле здесь не критично. Опять-таки вы должны понимать, что у нас камень, поэтому здесь нам не обязательно прям супер красиво укладывать эти швы. На самом деле плюс-минус, да, для полностью автоматического режима UV-развертки это более-менее адекватно. Тем более у нас будет какая-то однородная текстура камня, и в принципе какие-то швы будут маскироваться. Но, опять-таки, вы можете посидеть немного подольше с этими параметрами для того, чтобы добиться более качественного результата. Еще я заметил, смотрите, какую штуку. Поскольку у нас модель загибается, у нас нижняя точка как бы стоит на месте, а верхняя и загибается, и поэтому она у нас двигается от центра вниз. Поэтому давайте мы дополнительно где-нибудь вот здесь вот, так, это у нас хайпольная модель, да, поставим ноду Match Size для того, чтобы переложить модель в центр. Да, в ноде Match Size по умолчанию стоит центровка по всем трем осям, соответственно, теперь центр модели у нас лежит в центре. Так, ну хорошо, давайте вернемся к Flatten. Ну и давайте теперь нажмем пробел 5 над viewport и посмотрим на UV-развертку. И мы видим, что все, что Flatten сделал, он сводил в одну кучу, поэтому давайте добавим ноду UV-layout. Нода UV-layout, соответственно, просто раскидывает все ваши UV-острова внутри одного тайла. Ну и вот мы видим, что в принципе какая-то развертка у нас есть, но она проблемная. И главная проблема — это вот эти вот пересекающиеся куски. Почему такое происходит? Ну, потому что у нас все в автоматическом режиме, и у нас очень сложная топология. Вы видите, у нас здесь есть какие-то внутренние участки, у нас есть какие-то углубления, вот здесь вот, например, да, и, соответственно, автоматически очень сложно построить правильную топологию здесь. Для запекания нормали это очень плохо, такие пересекающиеся участки, но что в этих участках у нас будут какие-то артефакты. Полностью от них избавиться, наверное, не получится скорее, но, по крайней мере, сделать их меньше можно. Давайте посмотрим. Во-первых, мы можем с вами немножко изменить автосим, сделать побольше швов для того, чтобы, соответственно, топологии было проще разворачиваться. Соответственно, если у нас будет больше вот этих маленьких участков, они такие гигантские, большие, то топологии будет проще как бы развернуться в плоскость. Давайте посмотрим. У нас здесь на ноде автосим есть два параметра, grain tolerance и merge threshold. И они как раз отвечают за размер островов. То есть, понижая grain tolerance, мы уменьшаем размер одного острова, а если мы будем уменьшать merge threshold, тогда у нас, соответственно, острова не будут склеиваться вместе. Давайте посмотрим. Если мы сейчас перейдем на ноду UV автосим и включим вот этот инструмент, мы увидим цветом выделения наших островов. Давайте мы немножко покрутим эти параметры, но очень осторожно. Если у нас будет слишком много островов, то, соответственно, нода UV flat у нас просто повеснет на очень длительное время. Давайте мы будем уменьшать grain tolerance и увидим, да, что у нас вот здесь, вот видите, какой-то там островок побился. Давайте точно так же будем уменьшать merge threshold. И видите, у нас совсем маленькие клочки такие получились. Но это слишком. Так, давайте. Просто мы немножко уменьшим grain tolerance и merge threshold чуть-чуть. И посмотрим на результат, что поменялось после Flatten'а и после Layout'а, соответственно. И, как вы видите, у нас уже гораздо больше вот этих отдельных кусочков. И в большинстве случаев это решило проблему, но в некоторых, как видите, все равно проблемы остались. И проблема вот таких маленьких кусочков, естественно, в том, что у нас сейчас текстура очень мелко крошится. Давайте мы добавим ноду, которая называется UV visualize. Она тоже из GameDev Toolset'а. Ну, в принципе, его можно добавить в VickFickShade, но эта нода хороша тем, что она довольно мелкими тайлами покрывает поверхность нашего объекта. И вот вы можете увидеть, что да, в принципе, все это выглядит неплохо. С точки зрения текстуры, но мы видим, что у нас есть какие-то вот такие вот мелкие переходики. Возможно, это ничего, да, потому что у нас будет текстура камня. Может быть, это как-то сыграет. Ну, давайте мы сделаем еще одну штуку. И я покажу, как можно попробовать автоматизировать поиск вот этих вот накладывающихся друг на друга островов и их исправления. Смотрите, я сейчас верну в AutoSim какие-то адекватные значения сюда. Ну, вот так, допустим. Да, у нас теперь нет совсем маленьких каких-то островков. А если они есть, я надеюсь, что они как-то в нужном месте находятся. Давайте попробуем просто немножко по-другому расправиться вот с этими участками. На самом деле, все довольно просто, хотя придется немножко подумать. Смотрите, нам необходимо будет с вами пройтись в цикле по каждому UV-острову. Для этого нам нужно сначала эти острова определить с помощью ноды Connectivity. Смотрите, здесь, если мы выберем Connectivity Type Primitive, то у нас появится режим Use UV Connectivity. И, соответственно, по UV-координатам у нас на примитивы добавится вот такой вот атрибут класс. И в нем будет, соответственно, число от нуля там до 239, потому что у нас 240 островов UV. Соответственно, в этом атрибуте хранится число, которое показывает принадлежность конкретного полигона к конкретному UV-острову. И теперь мы с вами можем сделать ForEachNamedPrimitiveCycle. Атрибут у нас называется Class. Его мы вписываем сюда PeaceAttribute. И теперь, смотрите, мы можем выбрать Single Path. И таким образом мы будем переключаться по каждому отдельному UV-острову. И вот мы можем увидеть, как это происходит. Вот эти UV-острова у нас переключаются. Теперь внутри этого цикла нам с вами нужно обнаружить факт пересечения. Давайте мы с вами найдем какой-нибудь остров, в котором эти пересечения точно есть. Это делается очень просто. Мы можем прямо здесь в UV-вьюпорте нажать клавишу S, выбрать Выделение, Примитива. Выделить какой-то примитив на том острове, где точно есть пересечение. Перейти в Geometry Spreadsheet по примитивам и выбрать View Only Show Selected. И мы увидим с вами только этот примитив. И увидим, соответственно, что у него атрибут класс равен 4. Ну и, соответственно, в цикле мы можем вот сюда вот, Single Path выбрать 4. И мы, соответственно, будем видеть только этот один UV-остров. Теперь нам с вами необходимо как-то понять, есть здесь пересечения, либо нет. И я предлагаю такой подход. Мы переведем с вами UV-координаты в координаты просто в пространстве. И после этого воспользуемся, например, нодой Boolean. И просто найдем самое пересечение внутри этого объекта, который у нас получился. Да, соответственно, что нам нужно сделать? Мы положим сейчас ноду Wrangle, атрибут Wrangle. И в координаты точки собака P равно запишем координаты UV. Собака UV, точка запятой. Ну, единственная проблема сейчас заключается в том, что у нас UV-шки лежат на вертексах. Поэтому дополнительно давайте поставим ноду Attribute Promote. Вот сюда вот. И с вертексов перенесем текстурный координат на пайнты. И, кстати говоря, если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что у нас после такого промоута изменились очертания UV-острова, да? Потому что мы сейчас используем режим Average. Это не очень хорошо, потому что мы как бы потеряли сам факт пересечения. Поэтому давайте мы здесь выберем какой-то другой режим. Ну вот, например, Last Match. Да, и мы увидим, что у нас сохранились эти пересечения. Вроде бы да, все в порядке. Соответственно, теперь после атрибут Wrangle у нас наша геометрия легла просто в пространство. Да, развернулась именно в такой форме, как у нас выглядит наш UV-остров. Вы видите, что здесь у нас есть пересечения. Но теперь все очень просто. Мы можем с вами положить ноду Boolean и выбрать режим операции Detect. И, соответственно, здесь можно выбрать Treat as Surface. И в этом режиме мы можем создать какие-то группы. Например, мы можем создать вот эту группу AXA Polygons. То есть это те полигоны, которые пересекаются сами с собой во входе A. Чтобы их визуализировать, давайте мы положим ноду Color. То есть если мы сейчас посмотрим, мы увидим, что у нас появилась такая группа AXA и в ней 23 полигона у нас целых. Давайте мы положим ноду Color. И эти полигоны, соответственно, мы с вами раскрасим в красный цвет. И вот, пожалуйста, мы увидим, что именно в местах пересечения у нас есть вот эти вот проблемные полигоны. И как теперь мы можем определить вообще сам факт наличия такой группы? Ну, все очень просто. Мы положим ноду Blast. Вот сюда вот. И просто удалим все, что не входит в эту группу. Delete Non-Selected. Соответственно, если у нас вот на этой ноде есть примитивы, то у нас есть пересечение. И нам нужно этот кусок пересчитать. Если нету, то ничего страшного. Соответственно, давайте мы положим ноду Switch. Вот сюда вот. И мы будем переключать входы. То есть либо мы берем исходный кусок, либо мы берем какой-то новый кусок, который мы пересчитаем. И, соответственно, это все будет у нас зависеть от ноды Blast. Давайте мы сюда положим null. Назовем это Detect. И прочитаем количество примитивов здесь. Соответственно, в ноде Switch мы запишем выражение nPrims, то есть количество примитивов. Дальше пишем путь до ноды Detect. И ставим выражение больше нуля. Соответственно, когда у нас здесь на ноде Detect больше нуля примитивов, то есть вообще примитивы в принципе есть, у нас Switch будет переключаться на второй вход. Вот сюда вот. Ну и, соответственно, вот в эту ветку, во вторую, когда мы обнаружили проблемные примитивы, мы можем вставить какую-то другую обработку для этих UV-шек. Ну давайте сейчас для начала какой-нибудь UV-unwrap просто положим сюда. Так и так. Ну и, соответственно, смотрите, у нас с вами был вот такой проблемный остров с пересечением. И после того, как мы включили этот Switch, у нас он превратился вот в такие вот маленькие штуки. Давайте теперь вернемся на ForEach и выключим Single Path. И, конечно же, теперь нам нужно положить наш UV-layout уже после цикла. И, кстати говоря, в UV-layout лучше поставить галку вот эту Scale Islands to Match the Surface Areas для того, чтобы у нас островки соответствовали размеру физическому этого участка геометрии. Итак, давайте мы сюда положим. И вот, как вы видите, теперь у нас большая часть пересечения убралась, но не все. Есть остались какие-то вот такие вот маленькие участки. И мы, в принципе, можем сейчас отловить эту проблему. Давайте, например, снова выберем какой-нибудь полигон вот здесь. Вот посмотрим сюда. Это класс 23. Вернемся. Single Path 23. И посмотрим, что же здесь получается. Да, у нас, как видите, сработала эта ветка, но у нас не сработал Unwrap. В данном случае мы можем попробовать поставить здесь 8 планов, например. Ну вот 8 более-менее. Либо мы можем здесь придумать какую-то другую обработку. Например, смотрите, мы можем поставить ту же самую штуку автосим и флатон. То есть просто Ctrl-C, Ctrl-V. Переставить их вот сюда вот. Так. Но при этом в автосиме сильно уменьшить вот эти вот все значения. Например, сделать 0,0,2. Вот вы видите, у нас уже здесь все порезалось. Так, что у нас? Уменьшить вот здесь еще Threshold. И вот вы видите, что у нас эта геометрия сильно покоцалась на отдельные участки. Ну и, соответственно, после лейаута у нас какие-то пересечения убрались. Давайте выключим Single Path, посмотрим, что изменилось. Так. Так, ну вот есть какие-то пересечения все равно. И, конечно, здесь у нас стало гораздо больше кусочков. Это именно связано с тем, что мы здесь сильно режем. Ну, в общем и целом, это такой хороший способ как-то почистить вашу UV-развертку от самых пересечений. Но, соответственно, у вас получается больше мелких кусков. Ну и, соответственно, здесь уже дальше можно настраивать вот эту ветку. И, в принципе, какие-то мелкие пересечения, если они не очень частые, это не страшно. Потому что, скорее всего, эти пересечения встречаются где-то там, где зритель даже не заметит эту текстуру. Поэтому давайте пока что оставим так. В принципе, это хороший способ, да, его можно дополнительно еще поднастроить. Давайте включим визуализацию. И мы увидим, что, в принципе... И, в принципе, вполне неплохо справляется. Местами, конечно, есть здесь какие-то мелкие такие неточности, да, где у нас мелко порезанная текстура. Но, смотрите, даже у нас в каких-то кавернах все равно есть развертка. И, в общем и целом, это довольно прикольно. И здесь уже вопрос к вам. Насколько для вашей текстуры критично наличие маленьких островов? Возможно, вам придется, например, использовать эти UV-координаты для запекания нормалей, а уже текстуру диффузную и разные другие текстуры накладывать уже в режиме трипланар, например. Почему нет? Либо, например, вы можете использовать два текстурных набора. Одни UV-координаты для запекания нормалей, а вторые UV-координаты для текстуры диффузной, например, где могут быть какие-то наложения, и они будут выглядеть не так страшно. Либо вы можете просто найти какой-то компромисс вот с этими параметрами. Да, я просто показал вам, в принципе, неплохой алгоритм для лечения подобных накладывающихся друг на друга UV-координат. Ну хорошо, у нас с вами есть UV-шки, у нас с вами есть где-то там нормали. Кстати говоря, после цикла геометрия выходит разбитая, поэтому давайте мы дополнительно их зафьюзим после цикла. Вот видите, было 16 тысяч точек, стало 10 тысяч точек, да, потому что цикл у нас разбивает, естественно, каждый участок геометрии и его обрабатывает отдельно. Ну все, давайте мы уже будем все это дело запекать. Сколько можно ждать? Итак, вот у нас здесь есть айпольная модель, есть лоупольная модель, и давайте положим ноду Simple Baker. Подключаем лоупольную на первый вход, на второй вход включаем айполье. Да, про это у нас есть отдельный урок про запекание нормали, обязательно посмотрите, там много нюансов есть важных. Давайте выключим здесь все, кроме нормал-мапы. Пойдем в Advanced, включим Tangent Normal Flip Y, потому что я работаю в Unity. Если в Unreal вы работаете, можете оставить как есть. Включим здесь какое-то адекватное разрешение, хотя бы 2.48 на 2.48. И дополнительно, для того, чтобы можно было в Unity не расставлять вручную нормал-мапы, нам придется опять-таки хакнуть нашу прекрасную ноду Simple Baker, выбираем Allow Editing of Contents, идем внутрь и вот эту штуку подключаем вот сюда. Давайте мы пойдем в Edit Elias and Variables, и здесь я добавлю во вкладке Variables новую переменную, которую назову Unity, и туда вставлю путь до моего проекта Unity, до папки Assets. Нажимаю Enter, у меня добавилась эта переменная. Ну и, соответственно, давайте мы теперь здесь вместо хип будем писать везде Unity. Слэш у меня будет, папка называется Models. Так, и в этой папке у меня будет папка Textures. Вместо вот этого хипнейма я поставлю, соответственно, Rock. То есть у меня будет так файл с названием Rock, нижнее подчеркивание и, соответственно, Normal. Тега. И точно такую же историю давайте мы в FBX сделаем, что у нас будет точно так же экспортироваться в папку Models, и будет называться, соответственно, Rock. Так, здесь пока давайте ничего особо делать не будем. Так, ну и, конечно, перед тем, как рендерить, на самом деле нужно отключить вот эту ноду, Subvisualize UVs. Да, почему? Потому что она раскидывает ваши UV-шки за пределы одного квадрата. Видите, что она делает? Поэтому, конечно, лучше ее где-нибудь в сторонки положить, просто для визуализации, но не использовать при запечении. Все, можно нажимать Render. Так, ну вот, рендер прошел. Давайте посмотрим. У меня в проекте в Unity появился, соответственно, камень мой, и появились текстуры. Давайте мы сразу же зайдем внутрь, и текстуру Normal мы, соответственно, преобразуем в Normal, потому что иначе у нас будут всякие глюки. Вот у нас получилась такая вот текстура. Давайте на нее посмотрим. Ну, терпимо. Давайте посмотрим все это вместе с моделей. Единственное, что у нас модель надо бы, наверное, отскалить. Давайте сделаю сотню, потому что мы работаем из Houdini. Наверное, нам нужно будет все-таки сделать это в трансформе внутри проекта, чтобы каждый раз это не делать заново. Давайте положим сюда модель. И обратите внимание, поскольку мы с вами взломали внутренности ноды Simple Bake, то у нас карта Normal автоматически поставилась сюда. И вот мы сразу можем посмотреть, как выглядит наш лоупольный камень. Ну и, в принципе, каких-то больших проблем здесь я не вижу. Естественно, нам нужно на него еще положить какую-нибудь текстуру диффузную. Давайте мы это проверим. У меня здесь есть вот такая вот текстурка. И важный момент. Давайте мы сразу поставим ее в Houdini. Просто для того, чтобы у нас автоматически при экспорте из Houdini эта текстура подставлялась. Если мы в материале в Houdini используем какие-то стандартные текстуры и их путь ведет внутрь проекта Unity, то при импорте Unity автоматически их поставит в наш материал. Это очень удобно. Поэтому давайте мы вернемся в Houdini. Снова взломаем ноду Simple Baker. И вот здесь вот в SOP Quick Material мы уберем Base Color Texture. Вот это вот все. Можно просто стереть то, что здесь есть. И вместо этого выбрать текстуру, которая у нас находится в проекте. И, соответственно, просто выбираем текстуру, которая у нас есть в проекте. Вот она подставилась. Кстати, сразу можно посмотреть, как у нас с тайлингом что происходит. Ну, в принципе, терпимо. Но опять-таки все это можно еще будет подправить. И давайте сразу же где-нибудь вот здесь вот положим ноду Transform для того, чтобы отскейлить все в 100 раз. Чтобы в Unity все это красиво открывалось. Выбираем сотню. Да, Transform нужно класть до, естественно, всех преобразований, потому что у нас хайпольная и лоупольная модели должны занимать одно и то же пространство. Иначе запечки не получится. Так, вот у нас есть наша модель. Давайте снова сохранимся. Нажмем Render и убедимся, что в Unity все переносится правильно. Итак, вот наш камень подтянулся. Давайте мы теперь сбросим вот этот Scale Factor до одного. И вот, пожалуйста, наш камень автоматически теперь имеет текстуру. Но на нем есть карта нормали и, в принципе, я не вижу каких-то больших проблем. Конечно, если совсем придираться, можно найти какие-то проблемы. Но все-таки это камень. И опять-таки повторюсь, что если нас начинают смущать какие-то вот такие вот швы на текстурах, то мы можем сделать собственный шейдер, во-первых. Диффузную текстуру брать с помощью трипланара, либо с помощью второго текстурного набора, где там могут быть какие-то наложения. А вот этот вот чистый текстурный набор, который у нас есть, использовать только для запечения нормали. Ну, в общем, это уже дело ваше. Мне на самом деле норм. Итак, наше запекание работает, наш генератор камней работает. И давайте мы теперь сразу сделаем много таких камней с помощью топ-нетворка и посмотрим, как это работает. Итак, давайте создадим топ-нетворк. Опять-таки, очень рекомендую посмотреть урок с нашего канала, который называется Terrain of Production. Там подробно Дима рассказывает про работу топ-нетворка и PDG. И здесь мы давайте уберем вот эту штуку, Geometry Import, и поставим ноду, которая называется Wedge. Да, нода Wedge позволяет создать какое-то количество тасков, которые мы здесь укажем. Ну, давайте сделаем 20 камней. Добавим какой-то атрибут веджевый и назовем его Seed. Таким образом, если мы правой кнопкой выберем Cook Selected Note, у нас появится здесь 20 тасков, столько, сколько мы здесь поставили. И в каждом таске будет свой уникальный атрибут Seed вот в этом диапазоне. Можно здесь диапазон как-то изменить. Для того, чтобы Seed был более разнообразным, вот если щелкать средней кнопкой мыши, мы увидим, да, что здесь Seed вот такой вот, здесь Seed вот такой вот. Чтобы он, кстати, изменился, нужно заново выбрать Cook Selected Note. Вот, теперь видите, здесь 789, здесь 947 и так далее. И этот Seed мы можем использовать в наших рандомах. Соответственно, давайте мы это сделаем. Перейдем вот сюда, вот на RAW генератор, включим превью, чтобы все это быстрее ворочалось. Так, и теперь, соответственно, мы сюда будем подставлять наш Seed. Во-первых, в Global Seed мы его подставим. К атрибуту из PDG мы обращаемся обычным способом через значок собаки, то есть пишем собака Seed. И, соответственно, теперь здесь в Seed у нас будет то значение, которое пришло из PDG. Так, давайте проверим. Мы сейчас будем переключать эти задачи. И мы увидим, что наш камень меняет свои очертания, да, потому что в каждой задаче у нас свой уникальный Seed. Теперь также давайте мы этот Seed будем подставлять в какие-то другие значения, например, в Scatter Count. И здесь, допустим, у нас будет случайным образом выбираться число из какого-то диапазона. Давайте мы это сделаем. Fit01 от RAND. То есть мы возьмем случайное число от нашего собака Seed плюс какой-то дополнительный разлет. И, допустим, это будет у нас число от 80 до 120. Скобка закрывается. То есть мы берем случайное число от нашего Seed и перефичиваем его значение. И в результате у нас будет число в диапазоне от 80 до 120. Ну, например, сейчас 80 получается. Так, давайте мы скопируем это выражение. Сейчас в несколько мест его вставим. Например, в Tail и количество хвостов. Изменим Seed обязательно и пусть будет количество хвостов от 10 до 30. Да, вот сейчас 28 у нас получилось. Также здесь можно менять какие-то другие значения хвостов. Но давайте оставим. В бенде обязательно точно так же делаем новый Seed. Вот обязательно вот это число мы меняем каждый раз, чтобы оно было уникальное при каждом вхождении. И здесь у нас бенд будет от, ну давайте, от 80 до 150. И, соответственно, вот здесь, видите, у нас уникальный бенд. И точно так же с твистом давайте сделаем. Так, и твист будет от 80 до 360. И теперь давайте посмотрим. Пробежимся по таскам нашего вэджа. Просто левой кнопкой щелкаем. И смотрим, как меняются наши камни. Такое, такое. И как вы видите, теперь в каждом таске у нас спрятан какой-то уникальный вид этого камня. Опять-таки мы можем сделать хоть сотню этих тасков, и везде у нас камни будут отличаться. Это очень круто. И все, что нам осталось сделать, это сохранить эти 20 камней на диск. У нас с вами есть момент запекания, естественно, и нам нужно каждый из этих 20 камней запечь. К счастью, у нас в топ-нетворке есть такая возможность. У нас есть нода, которая называется RobFetch. Как следует из названия, эта нода позволяет работать с Rob-нодами, то есть с нодами, которые связаны с рендером. И по сути она запускает какой-то рендер на этой ноде. То есть мы вот здесь, смотрите, выберем какую-то рендер-ноду. И несмотря на то, что наша нода SimpleBake не является рендер-нодой, на ней есть кнопка рендера, которая называется Execute параметра. И поэтому мы можем ее выбрать здесь, в ноде RobFetch. И она будет отрабатывать. Итак, это нода, которая называется SobSimpleBaker. Здесь больше ничего менять не нужно. Смотрите, на нашей ноде SobSimpleBaker у нас есть кнопка, которая называется Execute. И именно эту кнопку будет нажимать как бы виртуально наша нода RobFetch. И, соответственно, сохранять результат на диск. И все, что нам осталось сделать, это, конечно, сохраниться. И на ноде RobFetch щелкнуть правой кнопкой и выбрать CookSelectedNode. Если у нас возникнет какая-то ошибка, мы можем нажать Dirty and CookSelectedNode. Но перед этим дополнительно я пойду вот сюда, на LocalShedler. И в количестве процессоров я выберу все ядра процессора, кроме одного. Таким образом, эти таски будут распараллеливаться на разные ядра моего процессора. И один процессор останется мне для развлечений. Ну и нам осталось сделать буквально одну вещь. Дело в том, что мы, конечно, просчитаем 20 камней, но все они у нас запишутся на диск с одинаковым именем, который вот здесь стоит. Поэтому здесь нам необходимо сказать нашему SimpleBaker, что мы хотим включить номер итерации топ-нета в имя. Для этого мы можем воспользоваться переменной PDG, которая называется PDGIndex. Смотрите, внутрь имени файла мы в бэктиках, в обратных апострофах, которые, как вы видите, находятся на букве ЙО, впишем собака, PDG, нижнее подчеркивание, индекс. И здесь точно так же нижнее подчеркивание еще оставим. Таким образом, в процессе обработки топ-нетворка вот эта штука заменится на номер итерации. Давайте я вам покажу. Так, если мы сюда войдем, выберем какой-нибудь из наших итераций. Так, перейдем сюда. Нажмем средней кнопкой мыши и убедимся, что у нас поставилась цифра 1. Кстати, сразу видно, что у нас проблемы с путем. Поэтому здесь мы можем в нашей переменной Unity Edit Alice in Variables, убрать последний слэш. Давайте мы его уберем. Закроем, снова нажмем средней кнопкой мыши, и мы увидим, что да, здесь путь у нас сохранился. В принципе, направление слэши особо не важно, но главное, что у нас поставилась цифра с номером текущей итерации. Поэтому давайте мы вот эту штуку так же скопируем и сюда. Так, и здесь тоже у нас будет ROG 1. Ну и нам осталось самое главное, это на нашем ассете выключить галку превью, потому что иначе у нас будут лоупольные модели. Все, после этого заходим снова в наш топ-нетворк, проверяем, что у нас стоит правильное использование количества ядер. Да, используем все ядра кроме одного, нажимаем правой кнопкой на ROG Fetch и выбираем Dirty and Cook Selected Node. И все, пошел процесс. Теперь все ядра кроме одного нашего процесса разгрузились созданием камней, и мы можем, нажав на эту кнопку, видеть прогресс этих задач. Смотрите, какая красота, все готово. В нашем проекте образовалось 20 новых моделей. Вот они, от 0 до 19, и также 20 новых текстур. Давайте мы их все выберем, эти текстуры, и выберем Texture Type Normal Map. Обязательно. И если вы делаете разрешение текстур больше, чем 2К, то, соответственно, здесь переставьте Max Size. Выбираем Apply. Так, и давайте убедимся, что вот, все в порядке. У нас есть целая куча разных скал, скал, и все эти каменюки мы можем раскидывать по каким-то террейнам, можем их крутить, и на них же не обязательно смотреть с той точки зрения, с которой мы их моделировали. Можем смотреть, например, вот так, смотрите, какая красота. Тоже замечательно все выглядит. Ну, в общем, вот такая полезная штука. Надеюсь, урок вам понравился, и там вы найдете какие-то интересные техники, даже если вам не нужно делать какие-то инопланетные скалы, по крайней мере, вы что-то для себя почерпнете. Исходники этой сцены вместе со всеми камнями, которые мы нагенерировали, будут доступны нашим патронам. Так что да, это намек, ссылка в описании. А так, всем пока, будьте счастливы и работайте в Гудине.